Выйдя со своей управы, я сразу попадаю на городскую территорию с содержанием, которую у нас осуществляет спецавтотранс. Мы видим, что ежедневная прочистка осуществляется тротуара и ее подсыпка. После выходных глава управы должен обязательно пройти пешком всю подконтрольную ему территорию и осмотреть ее. У Гузяльфа, Злединова, Ведени, 61 дом, 3 крупных торговых центра, 2 школы, 3 детских сада и поликлиника. Здесь чисто сейчас? На данный момент здесь прибрано в соответствии с тем, что касается придомовой территории, нет вопросов. Единственное, я увидела вот продух открыт в подвальное, значит, это будет тоже в этом доме ТСЖ, товарищество собственников жилья, мы связываемся с председателем ТСЖ и, соответственно, указываем, что вот здесь вот выявлено такое-то. Обычно управляющие компании и ТСЖ оперативно реагируют на обращения, рассказывает глава 4-й управы. Многие проблемы удается разрешить в течение трех дней. Сейчас зимой повышенное внимание гололедицы, сосулькам и нависшему снегу с крыши мусорным площадкам. После выходных дней сложность сразу при обходе наблюдается, что если складирован крупногабаритный мусор, его не смогли вывезти из-за того, что стоят припаркованные машины. Припаркованные машины во дворах – это самая большая проблема зимнего периода. Многие водители игнорируют объявления о предстоящей уборке от снега, продолжает глава управы. Четвертая управа первой в Череповце обзавелась собственным зданием. Она открылась на Ленинградской возле 32-й школы. Посетителей становится больше, рассказывает Гузяль Фазлединова. Особенно вечером, ведь управа, в отличие от многих муниципальных структур, открыта до восьми. Суббота тоже рабочая. Жалобы поступили от жителей о том, что горка была поломана. Естественно, после работы с управляющей компанией горку видно, что отремонтировали. Установили дополнительные поручни, содержание вокруг чисто без мусора. Именно на чистоту территории обратили внимание жители Белгорода, когда у них появились управы. Из этого города череповецкие власти привезли идею новой структуры. Управы уже работают с июля. Они есть в каждом избирательном округе. Всего их 26. Сейчас в Череповце строится еще три модульных здания. Остальные появятся в течение двух лет. И пока управы находятся в помещениях Центра профилактики правонарушений. Найти адрес своей управы можно на официальном сайте города. Александр Шагичев, Александр Беспалов. Новости.